Счастье. Итак, теперь мы должны определить, какие виды счастья нам необходимы. Нам нужны, людям вообще нужны, четыре вида счастья. Первый вид счастья – это счастье в любовных отношениях. Конечно, мы хотим привязанности, но это должно быть практичным также. Мы хотим принадлежать, как ценные личности, к чему-то, отношениям, организации или группе, которыми мы гордимся, которые ценят нас как личность. Мы хотим признавать и поддерживать и питать большое целое, которым мы гордимся. И мы хотим, чтобы большое целое признавало, поддерживало и питало нас, как отдельных членов. Не просто как отдельных членов, но как полноправных личностей. Другими словами, мы хотим принадлежность с индивидуальностью, в отношениях, как любящие части, к любящему, большому, целому. Иногда мы говорим, любовь – это все, что вам нужно, но на самом деле мы должны быть практичными. Таким образом, нашей второй потребностью является успех и изобилие. Это означает, что у нас есть достаточно, чтобы удовлетворить наши разумные потребности, но не нашу неразумную алчность. В питании, жилье, одежде, деньгах, земле, оборудовании и так далее. И в идеале мы хотели бы иметь достаточно, чтобы делиться с другими так же. Мы можем иметь изобилие, но мы не можем наслаждаться им, мы не можем быть счастливы, если мы знаем, что кто-то может украсть его в любой момент. Так что нашей третьей потребностью является мирный правопорядок. Мы должны знать, что мы, наши близкие, наше имущество и наше спокойствие ума в безопасности от воров, насильственных вторжений и захватчиков. Тем не менее, есть нечто большее. Даже если у нас есть любящие отношения, успех и изобилие в большом количестве, мирный правопорядок, еще остается более высокая потребность. Люди, ответственные люди, осознают, что цель человеческой жизни – это не просто жить комфортно и бессмысленно. В этом разница между людьми и животными. Животные живут по велению тела и ума, но люди осознают, что мы не просто это тело, и мы не просто ум. Мы – духовные существа, которые управляют телом и умом. Поэтому, так как мы на самом деле духовные существа, нам необходимы духовные удовлетворения и наполнения. И это четвертый вид счастья. Что такое духовность и что такое духовное счастье, это мы обсудим в следующем разделе. Таковы четыре вида счастья, которые нам нужны для полной реализации как Личности. Любящие отношения, успех и изобилие, мирный правопорядок и духовные удовлетворения и наполнения. Таковы! Продолжение следует...